Добрый день, дорогие друзья! Александр Белов, от кого произошел топир? Мы с вами понимаем, что топир от кого-то произошел. Вот и Вячеслав Шевцов, зритель. Расскажите про топиров, это живые ископаемые или они тоже из новых зверей? Вячеслав, в имя у топира чем-то напоминает коробья женская грудь, сползла ниже живота. Ну а половой орган самца весьма приличных размеров. Но хвост небольшой, не успел еще вырасти. Ну и скопаемые топирообразные животные, жившие десятки миллионов лет назад, не предки современных топиров. Эволюционисты считают иначе. Ну вот скелеты США, 50 миллионов лет, возраст. Обратите внимание, голень, стопа, пальчики, бедро. Все как у человека, локоть, кисти, рук и коленки и локти друг к другу обращены, так как друг, если нам захочется встать на четверинки. Очень даже и ноги длиннее рук, между прочим. Реконструкция внешнего вида. Ну, понятное дело, что много раз появлялись люди и много раз они превращались в топиров. Ну вот ископаемые топировые, олигоцен, ранее миоцен, 33, 20-е миллионов лет назад. Конечно, они не предки современных, а независимым образом превращались в топирообразных животных. Ну вот здесь мы видим уже вид, который обитал в Китае и во Вьетнаме, в Южном Китае всего несколько сотен тысяч лет назад. То есть, видимо, независимым образом он произошел от бывших людей, которые жили в Плеоцене, в Плеистоцене несколько миллионов лет назад. И, конечно, этот вид никакого отношения к североамериканским и европейским топирам, которые жили десятки миллионов лет назад, не имеет. Мы с вами это понимаем, а может быть, кто-то и совсем даже не понимает. Так что, дорогие друзья, в общем разночтение есть, так же, как они и есть у креационистов и эволюционистов. На самом деле, эволюционисты и креационисты смыкаются в том, что они верят в незыблемость, незыблемость биосферы и незыблемость видов, которые существуют. Ну, на самом деле, эволюционисты декларируют это иначе. Но как-то все-таки естественные отборы есть метафора Творца, на мой взгляд. Поэтому инволюционисты идут дальше и тех, и других, и говорят, что топир нашел экологическую нишу свою и изменился. Это экологическая ниша лесные водоемы. Активен он по ночам, кормится сочной водной или окловодной растительностью. Многократно появлялись близкие по морфологии животные. Ну, вот, например, как этот вот мегатопир ископаемый. В общем, у топиров, конечности, короткие и толстые. Трехпалые, так сказать, задние, четырехпалые передние. Активны по ночам, хорошо плавают, ныряют. В общем, распространены, как ни странно, в Бирме, в Таиланде, в Суматра, ну и в Центральной Южной Америке. Весьма далеких друг от друга регионов, дорогие друзья. У всех видов топиру, у венчаны, как говорится, венчаны. И при ходьбе сдвигаются. В общем-то, это понятно. Почему? Потому что, в общем, они не хотят погружаться в мягкую землю пальцев. На передних конечностях четыре. Отсутствует большой-большой палец. Они потеряли за ненадобностью, как пятое колесо в телеге. Самое длинное, второе, третье, указательное и среднее. Это довольно странно. То есть, они, конечно, не парно-пало, это ясно. Пятый мизинец, самый короткий, едва касается земли. И при спокойном положении. То есть, это говорит на особую функцию топирных ног. И особый, как говорится, путь в инволюцию. На задних конечностях три пальца. И средний палец, дорогие друзья, самый длинный. Пальцы человека приспосабливались к хождению на четвереньках. И появились копытца. Пусть это никого не убьет, как говорится, на ночь глядя. В смысле, так сказать, не юморнет. На анатомии, как у человека, вставшего на четвереньки. Опять-таки, здесь мы тоже хорошо видим. А как еще должны люди, так сказать, превращаться в четвероноги. Так они и превращаются. Вот так и ниши разные, так сказать. И прочие разные. Топиры осторожны, боязливы. Они приспособились прятаться в воду в качестве, так сказать, когда опасность возникает. Ну и могут даже в воде испариваться и спать, высунув свой хоботок для дыхания. И ареал современных топиров, как уже было сказано, разорван. И вот центрально-американский топир. Передняя пара ног оканчивается. Ну, ясное дело, чем она оканчивается. Запястье у него. Запястье, дорогие друзья. В общем-то, стопа у него на задних ногах. И это говорит о том, что кисти стопа, в общем-то, не тождественны друг к другу. Вот и горный топир, который обитает там же практически в Южной Америке. Равнинный топир. Области Южной Америки. Другие, так сказать. Ну, в общем, у топиров тонкое. Бонянин очень тонкое. Отличное осязание. Очень хорошо развит слух. Зато зрение они подслеповатые. Зрение плохое. Это понятно почему. Потому что, ну, вот это новый вид, который обнаружили недавно. Нет, это равнинный топир. А еще горный есть черненький, такой небольшой. Который обнаружили недавно. Ну, а вот это вот индонезийский, суматранский топир. В общем-то, он особо-то и не очень похож. Чепарачный, так сказать, топир. Но, тем не менее, вот он обитает на островах Юго-Восточной Азии. Активный по ночам, пугливый, осторожный. В случае опасности прячется в воду. То есть, эта ниша найдена отменная. Поэтому они не отрастили огромные бивни, как у слона. Которые, как мы знаем, резцами являются. И не увеличили размеры тела, чтобы защищаться от врагов. В общем, у них другая стратегия защиты. Ну, и защитная окраска детенышей. Беременность в такую полосочку очень любопытную. Хищник, в общем, заперенговать не может. Если это все сидит и молчит в зарослях, так сказать, где много светлых пятен и темных пятен. Когда чаще это происходит. Беременность у всех видов топиров примерно длится 14 месяцев. Гораздо больше. Ну, не на много, чем у человека. Так и так, что, в общем-то, с задержкой происходит. Ну, и вот интересная трансформация человеческого черепа, человеческой головы в голову. Топира. Увеличение жующего аппарата и челюстей. Здесь мы видим огромное нижнее челюсть по отношению, так сказать, выдвижения вперед. Челюстей резцы откусывают, предкоренные перетирают пищу. И образовалась диастема промежуток между щечными и клыками. В общем-то, это понятное дело. Почему? Да потому что выдвинулась вся пачка вперед. Ну, и, конечно же, в общем-то, увеличение носа, который срастает с верхней губой. И хоботок, который здесь не виден на череп, естественным образом, он, собственно, изменил и череп тоже. Нос вытянулся вперед и сросся с верхней губой. Поэтому, в общем-то, хобот и появился. Глаза стали располагаться по бокам морды. Ну, почти как у лошадей. Ну, почти. Чтобы, как говорится, видеть и туда, и сюда. Не как у нас с вами, бинокулярное зрение. Смотрим все. И глазные наши, так сказать, обзоры передвигаются, вернее, так сказать, пересекаются друг с другом. Нижняя и верхняя челюсть у него, у топира, не пересекаются. Нижняя и верхняя челюсть, в общем-то, жевательная мускулатура мощнейшая. И объем мозга, конечно, дорогие друзья, сократился из-за невостребованности. Уши стали располагаться на вершине головы. В общем-то, понятное дело, уши, лопоуши. Да, малайский топирусуманский носорог. Ну, вот у первого, так сказать, нос, как говорится, тоже и носовые косточки. А у второго к носовым косточкам еще крепится рог. А второй рог тут чуть подальше, на лобных костях. Ну, и, в общем-то, вроде бы стратегия близкая. Да нет, не такая уж и близкая. В общем-то, два разных, совершенно вроде бы и непохожих вида. Череп топира и слона тоже, они изменялись по-разному. Зубы топира предназначены для питания сочной растительностью. А слона перетирают жесткий растительный кор, в том числе и ветки, и всякие, и сучьих, что называется. В общем, ну и в воде топир живет. А слон как бы все-таки сухопутный житель лесов или саванны. В общем, вот 4-5 топиров видов обитают в разных частях. Вероятно, в прошлом ареал топир был непрерывным. Но из-за того, что топиры уничтожались людьми и хищниками, он, этот ареал, сократился. И они, топиры, сохранились уже на краях Айкумены геологической. В труднодоступных районах Юго-Восточной Азии, Центральной и Южной Америки, как говорится. На Амазонке тоже. Таким образом, все современные топиры происходят от популяции бывших людей, распространенной несколько миллионов лет назад. В палеоцене, как многие современные звери. Слоны, носороги, волки и кошки. В поисках еды, особенно в сушливые времена, топиры могут мигрировать на большие расстояния. В силу того, что топиры замечательные подводные пловцы, это им дает возможность собирать водоросли со дна и пытаться и питаться ими. Большой помощник в употреблении пищи – это хобот. С его помощью срывает листья, так сказать, водоросли, охотится под водой. Хобот топиры имеет иное предназначение, чем хобот слона. Он предназначен для поглощения пищи водной среди питания мягкой растительности. Ну, вот здесь мы видим, как говорится, две стратегии питания. У слона, который рвет ветви, даже встал на задние ноги. Как говорится, на ноги одни, а руки он держит, так сказать, около живота. Ну, и вот современные топиры, в общем-то, и современный слон, независимым образом происходили от разных популяций людей в плеоцене. Несколько миллионов лет, всего несколько миллионов лет назад. И топиры ископаемые, которым 50 миллионов лет, они, конечно, не родственники, не предки, в общем-то, современных топиров. Вот такая вот история, дорогие друзья. Всего доброго. Александр Белов.